Их все в минус-армор, а в это время антимаг щемит сатиров в лесу. Все герои под минус-армором, но антимаг бьет. Треки на всех висят, а он в это время сатиров вырезает. Нет, это реально был бы худший пик галактики. Бэтрайдер для Ротикея. А он нормально дает на Бэтрайдере? Я просто не видел. Да нормально он на всех катает. Ты просто ничего не понимаешь. Понятно. Ты обожатель Ротикея. В смысле обожатель. Я просто уважаю его за его крутую игру. Ух ты. Возможно и бан антимаг уже смотрится не так смешно. Я немножечко шокирован, если честно. А что ты шокировал? Морфлинг против Тинкера. Под минус-арморчиком это будет боевой. Ты последний раз видел морфлинга. Видел как-то? У нас же есть титровалка, где можно вбить морфлинга и посмотреть, когда мы его последний раз видели. Смотреть героя и его винрейт. Сейчас только найду, где. Ну почему я не хотел сидеть на титровалке. Там столько кнопок стало. Когда титровалка была? Хай титул. Самая простая была. Показать титул. Сейчас это просто космический корабль какой-то. Да, да, да. Сейчас вот морфлинг находим. Морфлинг. Hero only. Ну, так. Мы видим, что 20 games big, 45% винрейт, 18 тысяч дэмэджа, 7 кило в среднем, 3 смерти, 7 ассистов. Ну, 45% винрейт это плохо. Ну, это означает, что он чаще проигрывает, чем выигрывает. Это плохо. Ну, это ты посмотрел. Ну, Team 1 он Hero. Так, LGD Forever Young 0. Team 2 он Hero. А, почему оба дон? Не, я хочу морфлинг-морфлинг посмотреть. Хочу, чтобы каждый... Ну, вот это, в Вичи Гейминг, мы видим, на морфлине играли не разу вообще. А играла ли на нем команда LGD тоже не разу. А посмотри Hero Only 2. Вот это классно. Ну, это морфлинг тоже был. Ну, классни, классни, классни. Ты же предоставил нам статистику. А, это общий? Ну, это тот же герой, да, это общий, да. Только это не честно, я хотел отдельно команды за патч, например. Ну, 0. Они не играют на нем? Да, просто 0, я же показывал. Отличный выбор. И у тех, и у тех просто-напросто 0. И это очень интересно. У нас в гейме есть пауз. Connection Failure Returning to Matchmaking. Чего? Я первый раз такой написал. Это новая ошибка появилась. Мы все ошибки знаем. Как бы что-то новенькое придумали. Дота Тултси под фаер. Слушай, а тут столько всего крутого есть. Я сейчас буду еще показывать, пока у нас пауза. Слушай, в наши титры надо больше добавить каких-то смешных моментов. Ну, ты выводишь какую-то статистику, а у тебя Дота Тултси под фаер. Дота Тултси под фаер, да, это было прикольно. Стрим можно посмотреть Варлок и Эр Спирит, например. Эр Спирит. Можно посмотреть Two Heroes комбо. Ну-ка. 28% винрейт. Что-то не часто они выигрывают, если честно, вместе. Ты знаешь, слабо. 14 тигр. Ощение, что это совсем и не связка. 14 тигр и 28 винрейта. Это прям плохо. А слушай, а можно еще третьего добавить? Можно еще добавить Лайфстилера к ним. Где Лайфстилер? Лайфстилера добавить можно. И три Heroes комбо можно посмотреть. Три. Оп. Ноль винрейт у них вместе. Да. Ну... Ноль. Одна игра, правда, всего была. Но ноль винрейт. Не часто. Что такое Team 1, если нажать? Ага. Ну, это винрейт у Вичи Гейминг на связке... Так я поэтому и просил тебе Hero Only 2 нажать. Я думаю, что это показалось... А это у LGD Forever Young. Мы не играли они ни разу. Ну, ты понимаешь, у LGD Forever Young очень трудно найти какую-то связку, на которой есть винрейт. Но они просто мало выигрывают. Ну, логично, логично, логично. Ты попробуй у FTD Club C найти героя с положительным винрейтом. Можно посмотреть, как агрессив играет на Лайфстилере. 19 игр, 63% винрейта. Так у него два героя. Это Джиггернаут, Лайфстилер. Ты можешь открыть второго и увидеть Джиггернаут. Я хочу посмотреть фриз на тинкере сначала. Не, я просто хочу посмотреть, кто на ком играет. Фриз на тинкере играет часто. Где тинкер у нас? Тинкер. Вот он, фриз на тинкере. Фриз на тинкере. 63% винрейта. Это много. Да, 22 тысячи дамеджа. 8, 3, 10 стата. Так, на ком у нас играет? На бэтрайдере у нас играет Аотикей. Берем бэтрайдера. И у него тоже будет положительный винрейт, потому что ему фриз на тинкере выигрывает. Ну да, может он просто хороший игрок. Так, смотри. Нет, что-то у них у всех одинаковый винрейт. Только вот это меняется. 19 и 63. Так все правильно. Они выигрывают 63% игр. В смысле? 19 и 63 что? У всех одинаково. 19 игр и одинаковый винрейт на этих героях. Это какой-то глюк. Ну давай возьмем F.Y. на Рспирите. 19 и 63. Если 19 и 63, мы тогда поймем, что это какой-то баг. Давай вот так вот. Да, это какой-то баг. Я тоже так подумал, когда у РТК сгорел 63% винрейта. Это какой-то тот лбак. Это какой-то тот лбак. Давайте смотреть доту, ребят. Ну что же, начинается игра. И мы с вами смотрим матч между LG Forever Young и Vichy Gaming J. Что с лицом Bounty Hunter. Ну что-то. Сет какой-то, наверное. Какой-то урод. Ну может быть. Может быть. Не красавчик, что поделать. Ну не всем красивыми родиться. Не всем родиться красивыми, да. Согласен с тобой. Адаманет будет играть на Morph'е в легкой линии. И у команды LG Forever Young в миде у нас будет супер играть на линии. В сложной Джексинг будет играть на Слардаре. Все-таки это Слардар третьей позиции у Айта. А Ромич будет на Bounty Hunter. И LPC будет спорчить на Винге. Да. Ну и Vichy Gaming Jeremy. Ротикейм. Офлайн битрайдер. Фриз отправится в мид на Тинкере. Финрир будет суппортировать на Варлоке. Так же, как и Хуайна. Эрс впереди и Агрессив. Изилейн. Поехали смотреть, что с этого получится. Поятное дело, опять-таки, что команда Vichy Gaming смотрится посильнее, чем их соперники. И, наверное, будут у них дела эти получше. Фай. Росперед снова промазал. Что-то у Файа сегодня с булыжниками как-то не задается. Но руны отжать не вышло. По две. Баунт Хантер-то своровал? Да. Баунт Хантер своровал. Получил лишнюю соточку. И Орбов Веном сейчас уже себе купит. Как тут в медле дела? Ага. Морфлинг. Интересно. А что он отправляет с на Офлайн? А на Изилейн нас идет? О, это тот самый Офлайнер, который не играет в Офлэйне. Я таких обожаю. Слардар отправляется на Изилейн. И он здесь стоять не будет. Ну, ему просто не дают здесь стоять. Ну да, его прогонят, ему придется куда-то уйти. И что, опять легкую линию отдадут, что ли? Ну, крипам он здесь просто не подойдет. То есть на нем сейчас появятся два стака и все. Да, ну а здесь агрессиво. Как что-либо сделать? Варлок будет пытаться разминать. Баунт Хантер вряд ли кого-то может напрячь. А он сейчас будет тыкать от толку. Варлок всегда может выхилить агрессиво. Да, вот в чем вся фишка Варлока. Он стоит на лейне, он может харасить и при этом выхиливать. Но здесь уже трипла. Здесь уже трипла, это значит, что Варлок может подставиться. Кстати, и вот он и подставился. И это форсблат Фенрир. Будет ли вейв от Монета. Но он не понадобится. Дотыкали и так. Ну вот, пожалуйста, Варлок слабый все-таки герой. Он должен стоять действительно далеко за спиной, куда-то далеко побежал. И тут же был за это наказан. Но Фенрир нельзя так делать. Ну, просто потратил хил. И, о, тут ответный килл. Причем он гораздо важнее. Забирают сейчас Лину. А Лине надо сильно разгоняться. А в то время как Тинкера вначале желательно загнобить. Чем быстрее он получит Саурин Трвала. Тем быстрее начнутся проблемы. Агрессив. Да, вот в миге Файг я в начале первой карты пытался вкатываться. У него не все получалось. Мы помним, он там промазал и так далее. Здесь мы видим первый же выход. На первом левеле у него заканчивается фрагом на супере. И, наверное, прям то, что доктор прописал. У Ротикея все отлично. Так, Слардар для него не противник. То есть у Ротикея нет вообще никаких рисков здесь на этом лейне. Слардар не может убить Бэтрайдера. Он даже вряд ли сможет сбить Кларити ему. То есть тут можно давать стаки. Вот сейчас на развороте третий пошел. И надо отходить отсюда Слардару, потому что теперь он уже под угрозой. Да, если поймаешь четвертый, пятый, тебя, в принципе, могут и убить. Через Firefly первого левела. Одна ЛПС нападает агрессив. Тут же Финрир больный. ЛПС убить, конечно, не убьет. Но поразвлекать может довольно серьезно этот агрессив своего оппонента. Интересно, потому что он не стал вкачивать статы. Только сейчас прокачал рейдж. Разминают агрессиву. Пошел в его террор. Есть минус арморчик. Пошел стан. Стан за его идем рейджом. И разперед закатился, не попал. Ну и надо отойти отсюда. Да, испугали сразу же свои триплой ребята из LGD. Будут LGD отсюда убегать. Стоять, конечно, не хочется. Они на Шрайн пошли. Оттепились. Все фуловые. Баунти Хантер. Странно то, что он не пытается даже выйти в мид. Он пытается напрячь здесь триплу. Хотя где-то уязвим вполне тинкер для выхода Баунти Хантера. Ну, пока мы видим, стесняется. Пивается флаской. Супер. Боттл не за горами. Как у нас дела здесь? Бэтрайдер 15 на 3. Слардар имеет в этот момент 7.1. Но большая часть крипов, конечно же, лесные. Пытался отводик сделать. Да, Ротике здесь будет в шоколаде. Просто в шоколаде. Ротике будет очень ранний блинк. И очень рано можно будет создавать экшен. А тут как бы та же Лина, тот же Баунти Хантер, та же Винга. Ну, очень-очень легкие фраги. И в Винга мы понимаем, для того, чтобы взять 6-й левел и как-то пытаться мешать Ротикею, ловить людей в Флэйминг Лассо, ну, блин, сложно будет. Потому что, как бы, задач много у ЛПС и с уровнем будут огромные проблемы. Сколько надо экспириенс у Морфлинга своровать, чтобы 6-й уровень получить здесь на Винге? Джексинга продолжает гонять. У него 9.1 Крипстат. Он стоит в легкой линии, в соло. И у него огромнейшие проблемы. Ну, если LGT прямо сейчас не начнут что-то придумывать, то они в итоге получат 3 проигранных линии, фактически. Да, так и есть. Далеко пошел Слардар. Главное, Курьерчик ему не отдавать. Но он тут под спринтом просто забирает Баунти Руну. И у него все замечательно. На хосте бежит Тинкер. Хоста еще работает очень долго. План перехват будет. Будет ли здесь булыжник, который Спирита видит. И можно попробовать. У нас танчик разводить будет. А нет, Тинкер уже не пошел сюда, поэтому и Фуай просто будет уходить. Да, нет смысла. Вот так вот погонять чуть-чуть, по спинке его погладили немножечко и отпустили. Да, параллельно начал Сокрик во второй карте. Там Фризи попытка убить. Пошел Тос, не хватает урона. Стана Влина не впадает. Хороший булыжник вдвоем. Пошел Лазер. Погибает здесь. Фриз выживет, 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 выживет. Да, выживет. И Уайт успеет дорезать. Да, все-таки успел дорезать. Было весело. Ну, Супера тоже проблемы. Ну, им не хватило демеджа. Побили бы еще Супера сильнее. Я думаю, и Уайт мог бы погибнуть. Мне кажется, Тинкер немного неправильную траекторию выбрал. Но надо было лицами мать. Тогда бы Вижна не было. Потому что тут он был открыт. Баунти Хантер поднялся за ним. Увидел его. Ну, самое главное, что мидера убили. Это, опять-таки, в плюс для LGD. Им нужно делать какой-то экшен. Они устроили этот самый экшен в миде. То, что Баунти Хантер поучаствовал в движухе, то, что он заработал фраг, это очень круто. Потому что левел, конечно, на Баунти Хантере, вы сами понимаете, насколько это важно. Да, и должен понимать FY, что надо все-таки почаще в миде ему помогать как-то своим тиммейтам. Рутикей скоро получит шестой. Появится Лассо. И тогда вот уже Слардару надо быть в разы аккуратней. Потому что и соло фраг можно делать. Погибает здесь Супер. Ну, еще нет пока. Погибает. Ну, а вот с FY там можно подраться. Нет смысла. Вот FY прекрасно все понял. Стой здесь. На топе со Слардаром Рутикей справится в соло. Он уже справляется. Он на топовый крипстат скоро будет иметь. Снизу, да, агрессива немножко приподщемили. Заставили его пойти в лес. Но это не значит ничего. У него 25 убитых крипов. Да, много лесных. Да, Морфлинг фармит. Но в общем, Вич и Гейминг сейчас две линии выигрывают. И одну линию как минимум не проигрывает в салат. У них все великолепно. Да, так и есть. Лайфстиллер может спокойно фармить леса, если захочет. Его здесь ничего не смущает. Он поэтому, наверное, талончик и купил. Быстро забирать лесных крипов. Там на топе сейчас может ротикей подставиться или нет. Мы постеснялись его забирать. В ризе начинается память. Машинками. Тинкеров можно теперь и Эйнштоп фармить. Ну, 70% мэджик резиста, ты знаешь... Мешает немножечко. Немножечко, да. Но теоретически можно. 100-500 по кусак запустил и, глядишь, точку фарманул. Когда у тебя много маны... Ну, супер лейти, да. Да, запустил себе и пусть себе фармится. Там все до кучи. Так, агрессив получает. Немножечко свободы. Монет отбежал с этой линии. Агрессив подпушил ее. По крипам он уже догоняет морфа. 33 против 35. Вышечку немножко поддавил. Ну да, монет вообще на топ отправился. Слардар дал он фуш. Ну, здесь... Сори, но не вариант. И сразу же экшн. Поймали у нас ЛПС. Точно его убивать. Да, морфинг никак не может помочь. Но вот он, Ротикей, реализованный 6-й левел очень быстро. Ротикей будет очень быстрый даггер. Или барабаны все-таки собирает. А вот барабаны мне здесь очень нравятся. Да, мне тоже больше нравятся барабаны. У него пока мы видим инфюс трейндропс. И барабаны у него первые, да? У него первые барабаны в Квикбайе стоят. Агрессив, подсветили. Браво. Зайвейдил. А убить нет. Рыжа нет, вандов нет. Цепить нечем просто. Убежит Слардар. Ну, агрессив все очень четко сделал. Дождался, когда Джек Синг будет краш давать. Молодец. Да, здесь барабаны уже почти готовы. Осталось только рецепт. И будут барабаны и инфюс дрейндропс. Ну, а потом будет выходить в блинг. Сейчас модно на бэтрайдерах. Это круто. У тебя бэтрайдер 1200 здоровья будет. Вот сейчас к нему долетит брайсер. Вы увидите сколько там. 1100 станет, да? А с барабанами, ну, великолепный жирный герой у тебя получается. Фуайз, Ивейдил стан. Попал бы под него. Скорее всего погибут. Так как лагуна имеется у Лины. Его просто сбрило. Хасту забирает Лина. Теперь чуть труднее ее убивать, если какой-то выход будет. Да, бэтрайдер здесь палит крипов. Подходит сюда. ЛПС. Попытается стелить крипа. Получилось. Забрал большого крипчика. Ну, это хорошо. Нормальные дополнительные деньги. Это что надо? Вот 1000-1050 здоровья сейчас у бэтрайдера. Пока дофармит на, кстати, барабаны. Слушай, барабаны же дешевле, по-моему, стали. Нет? Ну, уменьшили ли рецепт. Рецепт, по-моему, уже уменьшили стоимость. Давай сейчас посмотрим. 500, нет? Сколько стоит сейчас рецепт на барабаны? Вот, понимаешь? 500, по-моему, 500, да. 575. 575, вот, да. Близок. Хотя до даггера еще, конечно, 2000. Ну, это ничего страшного. Самое главное, что он уже свое лассо один раз реализовал. Это самое главное. И он может, смотри, он просто летит и наглеет. Ну, сейчас он получит станок. И тут же FY рядом. Развлекает монета. Очень много людей рядом. Есть КП. Почему не сцепил? Что он делает? Что он делает? Что он делает? Что он делает сейчас? Тут же супер, Ротикей умирает. Ну, сейчас потащит и сдохнет. Я не понял вообще. Он подлетел вплотную к Марфу, не стал его цеплять. И в итоге просто погиб. В итоге Уайт ушел, имея 4 хп. ЛПС битый. Ну, очень странно сыграл Ротикей. Ну, да, они стянули Лину, все дела. Может быть, он не видел изначально, ну, не понимал, что... Но он все равно мог зацепить Марфу, на нем было 5 стаков, он бы его забрал. Он бы его сжег. Несмотря на то, что Морф это вода, он бы все равно его сжег. Испарил бы его. Странно сыграл Ротикей. Как минимум. Странно. Еще и потратил в итоге в конце Лассо, которого сейчас не будет 50 секунд. Можно было пытаться выйти куда-то в мид. Пытались подсветить. Ну, в общем, был очень плохой мув, и больше таких делать не надо. Что команда может на тебя обидеться, и по лицу тебя настучать за это. Ну, это трудно сделать, когда ты... Когда ты Ротикей, да, согласен. Обычно команда на тебя обижается, но по лицу стучишь. Тын, тын. Согласен, согласен. По-другому никак. Это же все же. А, Ротикей. Так, есть ТП в миддл. Что задумали? Инфиз бомбу задумали. Закатятся. Закатились. Есть просветка. Нужно лучше выйти из инвиза, но не получилось. Что-то мув спит и так, зарезан. Качественный и очень легкий фраг. С агрессив. Файот любит агрессив именно с Файом. На боттами. Учис мучается. Да, это легкий фраг. И можно вышку забирать. Пока дабл дэмэдж у Лины. Ну нет, криповый, это обидно. Надо уводить на себя пачку. Кто-то из Вичи Гейминг может сюда прилететь, но сами они тоже пытаются подпушить здание. Вчетвером снизу мы видим, пока не пушат ЛЖД, несмотря на дабл дэмэдж. А вот какого рейнджа-то наваливает Лина? А? Неплохо сыграно. Да, с дабл дэмэджем сейчас можно забрать просто это строение. Ну, размен-то в раме будет, потому что есть фортификейшн здесь. Хотя нет, в миде мы видим, поцарапали немножко вышку и убежали. Вичи Гейминг, снизу тоже убежали ЛЖД. Постеснялись. Ну, страшно идти до конца. Шрайн будут использовать. Даггер не за горами. Так, зацепили. Снова будут ледосты. Бэтрайдер начинает выжигать. Есть флеймбрейк. Станчик дать не получается, потому что Сайланс подходит сюда. Агрессив пошли ванды. Спилили ротики. Снова он не успел никого схватить. Пошел трек. Это печально. Плохо сыграно. Да, это реально. Печально. Ну, окей. Если ты получил барабан, это еще не значит, что ты бессмертный. Еще можно нажимать. Так нагло лезть настолько... Ну, один раз он нажимал, когда они догоняли здесь на топе. Но все равно, блин, так нагло лезть, не парясь ни о чем. Ну, лол. Ну, надо же как-то поосторожнее. Там огромный бёрст дэмэдж. Ну, реально. Стан венги, вэйв, ульт лин и все. Ты труп, как бы, несмотря на твоих 1200 здоровья. Слишком, слишком размеренно. Слишком как-то расслабленно, пока играет RTK. Ну, возможно, Vici Gaming чувствует свое превосходство. Чувствует, что у Тинкера все великолепно, у Ластилера все великолепно. Можно... И у Морфлинга все великолепно, стоит отметить. Да, и по Тинкерам-то они, кстати, проигрывают сейчас совсем чуть-чуть, по-моему, да? Да, проигрывают чуть-чуть. Пара буквально голды. Так что у LGD Forever Young, по-моему, игра идет. Да, сейчас появится даггер у Слардара. Он уже почти десятый уровень. Самое главное то, что у Bounty Hunter имеется трек. Сейчас следующие фраги, которые будут сделаны, они будут сделаны под треком. Морфлинг опять играет через линку. Ну, здесь есть против чего собирать. Она обязательно и против Лазера, и против Бэтрайдера. Слишком хороший айтем, чтобы не собирать. Ротики пытаются попушить. Т1 здесь ничего, конечно, особо не выйдет. Такой себе дэмэдж-дилер по вышкам. Курьер. Еще тречечку. Зарезал, да. Там ничего в нем нет. Но это хорошие деньги. Это очень хорошие деньги. Ну и вот Bounty Hunter начинает приносить чуть-чуть пользу. Пока у него все печально. Нет даже двухтысяч нетворса. Но это не столь важно. Через лагуну попытаются разобраться с агрессивом? Ну, будет очень сложно. Ну, даггер имеется, да? Там рядом Варлок. Варлок без голема, правда. Пятнадцатая минута скоро. Но это печально тоже. Тысяча нетворса. Это очень-очень-очень мало. Тут, значит, что-то происходит. Да, врыв был на Морфлинга. Должны быть треки. Подсветили FY'ом. А Лассо была потрачена, что ли? Ну, собственно, да. Морфлинг, видишь, без маны, значит, он перекачался полностью. Да, была попытка опять убить FY'ом. Отличный врыв. Еще один трек. FY' приплыл. Супер, кстати, убивает фриз. White очень битый. White очень битый. Ретикейн надо продолжать стакать. Забрали FY'а. Ну, и Ретикейн тут тоже погибает. На трек не потайк, ману. Не, на... На первом не было? По-моему, на Бэтрайдере не было. На нем только Коррозив Хейс был. Вот. Да, в любом случае, это два фрага. Баунти Хантер заимел. Ты посмотри, сколько денег. Он начинает собирать тут же меку. Агрессив пытается в это время сплит пушить, но... Ну, то, что убили Лину, это единственное, что в Вичи Гейминге... Я не знаю, что делает Ретикейн. Я реально, я не могу это объяснить. Пока ничего не делает Ретикейн. Это какой-то полный рофл. С таким стартом Бэтрайдер обычно начинает просто разносить. А Ретикейн просто, ну, играет, как будто он хочет залить эту катку. Он куда-то летит, на этого морфа агрится. Ну, блин. Если так хочется, ну, дофарми уже тут Даггер. Даггер, нужно дофармить Даггер. Да, здесь есть цели, которые можно убивать. Тот же Баунти Хантер для него изи фраг. Просто дасты покупаешь. Да та же Лина, боже. У тебя в команде Тинкер, у тебя в команде Лайфстиллер, у тебя есть инфест бомба. Купи ты Даггер. Просто пофарми Лес, да. Ну, типа Тинкер фармить Лес, но это не важно. Скажу, пофарми Лейны. Тебе никто не мешает фармить Лейны. Так, там выход какой-то или нет? Не получилось. Морфник заденаял вышку. В мид Лейне. И скоро появится Линка. И тогда Бэтрайдеру станет намного трудней. Без форстафа, без чего-либо, чем сбивать Линку. Боже, еще и форстаф для него. Ты издеваешься, чтобы он вообще запутался в клавишах. Ну, отстань, он же Ротикей. Я не знаю, Ротикей... Расстраиваете? В этой игре меня расстраивает. В прошлой игре было неплохо. В прошлой игре он делался правильно, в этой игре он меня расстраивает. Ну, я все равно не сомневаюсь в том, что Вич и Гейминг эту игру выиграет. И выиграет эту серию. Мне кажется, что они просто сильнее. И герои у них лучше. И Тинкер станет супер жестким. Сложно будет с ним справиться. Ну, блин. Ну, серьезные команды будут бить по щам за такую игру, за такие ошибки. А в этой группе есть серьезные команды. Вся надежда вот на этого парня. Группа, в принципе, слабее, чем группа Б вот эта, да? Да. Надежда на Ластильера с Медасом. Серьезно? Медасик с Армлетиком сейчас будет. Ну, это стандартный выбор. Ты играешь против Морфлинга. Он хочет быть в тренде, скажем так. Он не хочет отставать сильно. Падает вышка. В наглую забирает ее. Монет и обозначил себе Эзериал Блейд. По длину. Это очень крутой выбор. Там еще есть Тосик. Это в момент один такое количество дэмэджа. Будет ли врыв на Тинкера. Если он сейчас засветится, то прыгнут. Но Тинкер аккуратничает. Все правильно делает. На ботами вышка тоже упала. Аркейн руна у Фризи. И не хочется драться, пока Тинкер с Аркейн руной. Да, согласен. Потому что Тинкер хоть и не имеет сейчас огромного левела, но уже опасен. Уже начинает защищать карту. Ортикейн не боится ничего. Баунти Хантер сейчас показывает Фризи. На Фризи нападать нет смысла. Но потом это все оставляют. Потом будем убивать. Сейчас смок, наверное, будет. Смок у Винги есть. Собраться у себя возле Шрайна и идти искать кого-то. Ну вот на ботами, скорее всего, драка будет. Погибает здесь Лина. Ресница, конечно, быстро. Станчик пошел. Подвоем неплохо. Тинкер еще запашил. Тинкер под треком. Ну и побежал до конца у нас G-Sync. Надо как-то сейвить Тинкера, потому что его в соло сейчас зарубят. А его видят. Есть блин. ТП-аут успеет. Нет, есть свап. И это под треками. Это все под треками. Баунти Хантер моментально получает рецепт на хедреску. И может быть, что-то еще купил? Что-то мало денег он вынес с этого файта. Смотри, убили Лину. Лина, которая появилась прямо через секунду, уже сюда ТП-шилась. Вот в этом-то и проблема, Лина, что когда ты ее убиваешь, ты сразу же поезжаешь. Бэтрайдер есть врыв. Можно зафокусить с лордара. С лордар здесь погибнет. Бэтрайдер уходит по трекам. Еще, еще, еще. Можно убивать еще, как минимум, ЛПС. Бэтрайдер тут помансит. Еще и стаки может поразвешивать, например, от того же монета. Он без маны. Не догонит. Он просто по трекам и бегает, и как только приближаются... Значит, Бонти Хантер, несмотря на то, что говорили, зачем? Зачем мы видим, что действительно эти треки, если они висят, это действительно неприятно. Бонус хороший, да. Гост появляется у Морлинга. Теперь Лайфстиллер не так страшен. Всегда можно засейвиться. ММБХ отправляется дальше искать. Так, здесь F.Y. Ему ничего не сделать. Ой! Халявка гейминг называется. Я помолчу просто. Да, честь памяти. Так, ну тут просветили. Не уйдет, скорее всего. Надо просто закупиться на максимум, поменьше денег потратить. Да, вкупает варды. Сотка у него остается. Погибает, но разминка для него все равно очень хорошая. Левел получил, киллтрек сделала. И десятый скоро появится. Ну, я не знаю, почему Ротики такое количество времени на таком ХП находился на ботоме. Я тоже не знаю. Можно было спокойно уже давно слетать на базу. У него был телепорт. Он понимал, что он не найдет руну Регена. Он понимал, что у него нет доминатора, чтобы в лесу выхилиться. Его никто не выхилит. У него было просто 100 ХП, 200 маны. И он очень долго летал. Пока его не нашел Баунти Хантер и не убил. Да, так делать не стоит. Для Баунти Хантера это слишком классные подарки, скажем. А у него мека через 600 появится. Да, блинка до сих пор нет в Ротике. У него были деньги, наверное. Но он его не купил. Получается, раз Баунти Хантера его убил, а деньги на блинк были. Ну вот, сейчас по фармите на шкале, если получит блинк, возможно, станет более агрессивным и более правильнее будет врывы. Потому что, ну, пока страшно это выглядит. Ну, кажется, стоило взять 20% к ХП. 175 ХП это, конечно, очень круто. И дает лишнюю возможность нажать меку, но 20% к ХП... Ну да, намного быстрее ты берешь левел. Но хотя, с другой стороны... 120 дэмэджи, стычки, это интересный талант. 120 урона просто. Это круто. А потом минус 5 секунд же надо кулдаун. А у него всего 6. То есть каждую секунду ты врубаешь зону. И бьешь очень больно. Да. Ну, там вопрос в том, что тебе надо жить, то есть тебе надо там БКБ и прочее, чтобы в драке жить и бить, а не на крыску, как всегда, этими тосиками где-то за угла разбрасываться. Но это уже совершенно другой вопрос. Так, Тауэр на топе забрали, только что Вич и Гейминг. На ботуме тоже упадет. Я думаю, они даже не полетят дефать и спокойно морфинг справятся. И становится все ближе к своему заветному Эзериал Блейду. Да, создает репликейт свинки. Если что, сейф имеется. Лина ходит в инвизе. Это не шаду блейд, это руна. Еще и в кармане аркейн руна. Он решил спалиться. Быстро они сбривают крипов здесь. Т2 пойдут бить, что ли? Они составляют Вич и Гейминг на стериль. А что нет с морфингом? Вот есть тинкер. Меняют. Ну, решили отойти, значит. ПХ все это время мансит по лесам и пытается спалить смолк, если вдруг он будет. И дать вижен. По перемещающимся эннами. Ну, делает то, что должен делать и делает правильно это все. Опять-таки, игра очень ровная. Посмотрите, там по экспириенсу разница. Там ее вообще, по-моему, нету. Чуть-чуть выигрывают. 2000 немного. 3000 по деньгам. Ну, это довольно ощутимо уже. Дагончик появляется в тинкере. Дагончик. Вот и поворот. Я думал, что это будет какой-то хекс или еще что-то. Аганим. Хоть что угодно. Да, Аганим здесь, кстати, очень круто смотрится. Ой, там будет, кстати, врыв сейчас. Там будет сейчас врыв на ЛПС. ЛПС умирает. Пошел трек. Ну, надо добить же ЛПС, чтобы он стандью скелдать. Да, забрали. Еще Уайта подцепили немножечко. Какой-то врыв или... Не-не, ну, далеко. Слишком далеко. Хотя на Агрессиво теоретически можно постараться Джексингу прыгнуть. Да, вот прыгает Агрессиво. Тут же Тинкер помогает. Манет пытает любить Агрессиво. Но не так легко это сделать. Ну, и, наверное, закончится все просто-напросто. Потери винги. Да, очень близок был Агрессиво к смерти, но не смогли справиться. Не хватило там Лины. Если бы она оказалась рядом, она смогла бы просто в этот стан закинуть лагуну. Да, там уже не хватило немножечко. И было бы все в порядке. Но не получилось. Ну что, смотрим дальше. Винга это, знаешь ли, разменная монета. Ну да, да, да. То есть там 2 600 нетворца. Это не столь страшно. Делала героя убили там втроем. Получили совсем-совсем пару копеек. У нас в Варлоке есть. А в FY, там, FY, это надо поосторожнее. Что-то скоро голем, значит, будет. Реш-левел есть. FY? Трек? Не знал. Не знал, FY, что его видят. Ну, это жестко. Лагуна, мне кажется, была лишней. При том, что есть и стан, и задувка. Да. Ну, боялись, что может уходиться. Минута, но... Там, если что, и вейв у морфлинга был. Они что-то вообще решили сэкономить с пылы. Да, но тут винить в FY нет смысла. Ну, наступил он на сентри вард, который был поставлен. До этого такой, вай, далеко, ну, по таврам же видно тебя. По таврам разошел. Очень нагло было сыграно. Вейл в террор. Бэтрайдер сцепил, получает станчик. Можно пытаться размотать. Хороший горем. Есть вап. Вытащили супера. А лагунки-то нет, чтобы сейчас продолжить. Агрессив может погибнуть. Станчик пошел. Надо задувку сделать. Не получается. Трипл килл от фризи. Не отпустит отсюда еще и супера. Тоже в таверну. Но он, знаешь, с блатстоуном появляется. Он уже поедел сюда. Короче, Баунтихантер здесь зруинил. Нельзя было заходить под вышку. Должен был он быть здесь с траками. Ну, ты знаешь, даже несмотря на то, что забежал так далеко Баунтихантер. Зачем остальные рвутся? Непонятно. Лагуны нет. Да, действительно, драться, наверное, не стоило. Ну, забрали, конечно, лайфстилера. Но это не тот размен немного. Была бы здесь мека у Баунтихантера. И не заходил бы он под тавер, файт был бы совсем другой. Но мы видим, не получается выфармить пока меку. У нее еще и Баунтируны воруют, поэтому трудно. Ну да, с Мекканзмом, конечно, игра пойдет сразу же в другую сторону. Но стоит отметить, что все очень правильно сделали Вичи Гейминг. Ну, Тинкера такие потеряли в последнюю секунду. Ой, не Тинкера, а агрессивные, извините, потеряли. Но там уже было бы очень странно, если бы Агрессив еще там выжил. Хороший скан, знает кто где. Булыжник пошел сюда. Ой, ЛПЗ засловили. Ну и надо уходить отсюда в Инге. Нету сейчас Хаотик Оферинга. Это огромный плюс. По крайней мере, Варлок не будет големами забрасывать. Ай, не получилось зацепить Ротикей. Браво, Ротикей, браво. Пошли ракетки. Смотри, ну и зачем этот догон? Был бы сейчас Аганим, прикинь. Как бы круто было. Ну, может попытка выключить любого героя очень быстро. Еле живые, кстати. Надо либо Шрайн сейчас отпевать, который есть. Либо просто расходиться по разным лейнам, фармить. Да, ты играешь против Тинкера. Вот эти вот стояния на Рошане. Это бессмысленно. Не имеет никакого смысла. Был бы у тебя какой-то Хилинг Вард. Это одно, но при его отсутствии... Да, фото Бонцы и Тинкер начинает просто стрелять по всем. Это же жуть. Печаль. Бх. Ну, допустим, найдет он Тинкер. Он же ничего ему не делает, сам не делает. Поэтому помощи никой не будет удаленной. Ни санстрайка, ничего подобного. Так. Ну, Слардар. Фармит. Да, Гермидасик. Все с Мидасиками. Лайфсиллер тоже с Мидасиком. Уже есть Дезолятор. Ну, будет собирать опять Монту. Монтой можно заявить. Коррозив Хейс, Адаптив Страйк. Много чего. Зерел теперь летит. Непонятно как. Трек. Ну да, трек скинуть всегда можно. Ну, мастхэв артефакт, конечно, здесь. Так, что будет у нас бомбочка с Артикеем? Или еще немножко пофармим? Наверное, будет. Сейчас зафармят лес и попытаются. Да, нужно что-то придумать. Тинкер по-прежнему выфармливает. У Тинкера все великолепно. Тинкер знает, где фармить. Поэтому Линии немножечко не трогают. Пока Вичи дают возможность Тинкеру свои лайны пофармить. Там выходит понемножку в Кирасу. Подожди, а Лайфстиллер дособрал нам ту? Или? Он передумал. Передумал. Ну, окей. Петрайдер не дотянулся. Тут Хаста. Хаста, Спринц. Передумал. Мне не нравится, что там передумал. Да ладно, F.I. погибает от Лины. Шаду Блэйд. Ничего ты сделать не можешь? Бывает. Мека появляется. Баунти Хантера его здесь, конечно, не хватило. Вот для трек-кила. Ну и дальше только Кривсы собирать. Да. Подзарядил Младстоун. Хоже, 11-го. Есть Аркан Буцы. Вообще, Суперумана бы не помешала. Но мы видим, Баунти Хантер не особо хочет. Хватить. 13-13. И опять у нас очень равная игра. То есть у нас каждая, вот сегодня разве что против, не считая матча Ньюби, второй карты против Ньюби, против Айджи Виталити, там где был вынос. У нас каждая игра начинается ровненько. Команды идут ровно. Прям серьезная битва. Но вот потом кто-то ломается в одной из определенных драк. Здесь пока все по-прежнему супер ровно. В нуле команды по деньгам, по экспе и абсолютно ничего не ясно. Морфлинг собирает БКБ. Не люблю я морфлингов с блэкинг-барами. Все-таки скади какие-то с линкой смотрятся куда интереснее. Ему самые важные статы. Тем более, когда ты играешь через Эзериал. Рутикей, залетел в Рошпит. Фармить они его не собираются, они хотят подраться. Спалит сейчас, я думаю, Баунтихантер. Вот он смог, тут же должны быть дасты. Ставится Сентрик. Очень долго думали, очень долго думали. Но в итоге Сентрик, конечно, вражеский разбить могут, разве что. Вот да, сейчас только поломал его Рутикей. Вообще, я думал, что будет моментальная реакция, и Баунтихантер отсюда не уйдет живым. Мы видим, отпустили. Не успели моментально среагировать, да. Ну и будет Рошана спокойненько забирать сейчас Вичи Гейминг. Снизу монета разменивает Тауэр, но прилетит Тинкер, помешает, конечно же. Добо дэмиджу агрессиво. Драться здесь неинтересно тебе. Ой, ты посмотри, они-то подходят, они подходят сюда. Здесь обхилл на подход. Вот это, кстати, интересный обхилл. Ненадолго, ну-ка, собственно. Танчиком достали ФВА, они попадают Лина с таном, и надо разойтись. Агрессив битый. Рошана тоже немножко побили, не хватает. Пошел Блыжник. Ой, хорошо, тут же слаб. Ну и кого, Лину хотя бы можно цепануть? Нет, никого не цепанут. Надо отойти, надо отойти. Вичи Гейминг, они прекрасно это понимают. Рокетами отбрасывается Тинкер на развороте, да ладно? Не, Шрайн, Шрайн. Сейчас здесь все будут фуловые, поэтому нет смысла туда запрыгивать. Фризис стоит в Рошпите. Готов ворваться ФВА, магнитайз имеется. Ну слушай, есть просто Голему, Варлока, и очень хочется подраться. Но лучше тогда продолжить бить Рошана. Пусть идут LGD к вам и кинуть им Рошана на голову. Есть смог. Сейчас пойдут. Агрессив. Ротики здесь надо цеплять определенно. Пошел врыв, неплохо, агрессиво подсветили. Зерел падает сюда Големчик, нажимается Рейдж. Голем по четверым упал. Голем упал по четверым и по всем фотосносы. Тут просто будет разнос. Это беда. Это Голем и фотосносы по четверым. Это трагедия. Это очень-очень больно. Ну и отпустили, конечно, остаршихся. Просто минус 2 и пойдут бить Рошана. Ну Мортлинг умер просто в доли секунды вообще. Нельзя подставляться под такое. Отличная игра от Кенниира. Четко брошенный Голем. Ну и агрессив тоже все правильно сделал. Питбайты на себя. Да, он пережил. Узнал то, что дэмэджа там, скорее всего, не хватит. Его действительно не хватило. Падает Рошан. Ну и, по-моему, вот это вот сейчас был переломный момент. Да, это был действительно переломный момент. Потому что уходит фармить Лина, видя, как забирают Рошана. Агрессив теперь с Айегисом. Морф сидит в таверне. Потерял он еще, я так понимаю, стр... А, нет, не было у него стряка. Кале! Да ладно! Да ну! Пока на этом турнире все проходит идеально. Матчи стартуют по расписанию секунды в секунду. Не было Кале у нас еще. Кале еще не было. Ну, может быть, по-моему, сервера немножечко приподлагнули разочек, да. Это бывает. Кале бывают в Китае. Не думаю, что это надолго. Так что... Да, он продолжается. Ингао Хаули пишет супер. Я надеюсь, я не сказал никакого матюка сейчас. Да и даже если сказал, то ты сказал его не на нашем языке. А сомневаюсь, что наш стрим смотрят... Китайцы, согласен, согласен, да. Пошел стан. Супер убили, если что. Но, кстати, наверное, на приза будет размен. Надо дать ладалазер. А нельзя дать, он в КД. Ариарм тебе не дают сделать и маны не хватает. Беда. Хороший фраг для Слардара. То есть размен-то получился ровным. Единственная проблема здесь потерялись заряды в Бладстоун. Так что более выгодно Лину сейчас щемить. Так, пошли. Находят Финрира. Это может быть халявным фрагом. Надо Дженатгой ломать его, да. Ой, под минус арморчиком. ТОС. Ну, это больно. Слушай, два вот таких вот фрага, заработанных на ровном месте. Это проблема. Агрессивно свапать не хотят? Не дотягиваются. Сейчас будет блинг стан. Вот он трек. И рейд заканчивается. Шикарно. Слушай, это еще один фраг. Ну, это пока троп Айгиса, но они забрали Курьера. Вичекей, мне надо что-то... Они Курьера забрали. Ф-Вайт. Только одного за Сайлентер. Сейчас еще раз умрет. Агрессив, скорее всего. Агрессив, да. Он еще раз умирает. И Ф-Вайт запрыгнул. Слушай, это просто... Ф-Вайт пошел. 5 фрагов на ровном месте. Абсолютно. Без боя. Без ничего. Ну, 2-300 это только 3 фрага посчитало. До этого было еще 2. Ну, Вич и Гейминг решили расслабиться. Может купить Грифсы себе, но он решил собрать Форстаф. То есть пытается засейвить кого-то от Лайфстилера. Но, не знаю, Грифсы мне нравится... От Бэтрайдера тоже. Ну, Худ сначала. Купил вообще. Пай будет собирать, значит. Мне нравятся Грифсы, мне нравятся Форстаф, а вот Худ мне не нравится. Он Пайп хочет. Против Тинкера, против Варспирита, Варлока. Такое. В общем, только-только Вич и Гейминг набрали преимущества, уверенности. И сразу же получили по щам. Да, и 4000. Даже сейчас будет 5000 ведут LGD Forever Young. И это хорошее преимущество. Да, 32-я минута. Ничего там особенного. То, что Морфлингу дали возможность сейчас поучаствовать в таком количестве фрагов. И, опять же, у него БКБ сейчас не за горами, но он уже его сейчас покупает, если бы добил катапульту. Дагон дальше апается. Неплохо Тинкер. Уже пятого уровня. Сейчас пойдет Хекс. Это идеальный айтем-билд. Это Хекс-Дагон, Хекс-Дагон. Ладно, надо много. Да, Алина не участвовала, что ли? Почему только 5 зарядов Блатстоун? Ну, ее убивали. Ее убили до этого, да. У нее все хуже и хуже дела. Она уже 15 секунд сидела в таверне только что. То есть это уже много. Без бомба. Блатстоун не помогает. Ну и надо найти только куда. Гем есть. А зачем Firefly сейчас? Может, выжигает леса? Не знаю, зачем. Какая-то задумка есть у RTK. Мы просто ее не понимаем. Да, возможно. Мы часто не понимаем задумок RTK. Ну, он как Энви. Это секретный игрок. Согласен. Ну, а тот смог тем временем от LGG Forever Young. И был пытаться кватловить. Дайра пытались ЛФПУАЙ засканить ВИЧ и гейминг. Не смогли их найти. Жексинг побежал дальше искать. У него, кстати, ты знаешь, вот с этим видасом. БКБ Форстав, это, ну, он догоняет Лайфстилера по фарму. А Бэтрайдер отстает очень сильно. Да, кстати, у Лайфстилера как-то все очень плохо. У Агрессива стало. Ну, у него тоже Мидасик есть, так что... Ну, поэтому у него все плохо. Мидасик виноват? Конечно. У Дима сейчас бы с тобой поспорил. Но я не Дима, я с тобой спорить не буду. Я тоже считаю, что Мидасик на Лайфстилере плох. Ну, такой себе артефакт, скажем честно. Так, а что тут есть? 150 атак рейндж и дальше будет плюс 44%. Баунти-кантер 14-й получает уровень. А был бы экспириенс, уже был, наверное, 15-го, то и 16-го. Ну, это не столь важно. Ну, а там дальше смотри. 40 атак, спид, 15. Не, ну, если ты будешь брать демидж, то, понятное дело, надо брать 40 атак спид. Конечно, но демидж надо брать. 75 демиджа с Чурикентоса. Это такой себе. Так. Так, Ротикей. Меку нажать. Ой, сейчас будут грызаться. Прожимается БКБ. Ротикей рассыпался. Агрессиво пытаются зафокусить. Агрессиво ничего не сделает. Он ничего не сделает. Его просто не выпустят из стана. Под треком очередной килл. Байбека нет. Пытается улететь отсюда. Финрир, адаптив страйк пошел, но ТП уже скастовано. Это минус... Ротикей играет ужасно. Просто ужасно. Вот реально это по-другому и не назвать. То есть раза три или четыре мы видели, когда он врывается, и он просто не успеет схватить людей. Тут он не доставал просто. У него форстаф он был, не? Да, был у него форстаф. Мне кажется, он только дагер заюзал, он мог форстафнуть себя. Он, по-моему, даже кликнул барабан, и был у него один заряд. Может быть, нет, но неважно. Важно то, что он не доигрывает. И нельзя, нельзя так делать. Потому что тебя тут будут наказывать моментально. Это все-таки лан, это... Отходит. Решили не ломать Т2. И так все вроде как неплохо. Забрали одного кора, забрали бэтрайдера. Все замечательно. У Лины даже появляются заряды в ладстоуне. Собирается сейчас купить тревела. Мы видим, что есть блэкинг бар. Ну и, конечно же, он начинает собирать морфлинг с Кадди. То есть статовый вариант у лайфстилера, у которого не растет Нетворс вообще. Мы смотрели, минуты две назад было 13 тысяч. 13 тысяч осталось. То есть атака спид будет у него хороший за счет Мидаса. Но это все режется с Кадди. И как убивать морфлинга? Дэмэджа просто не хватит. Под свапом. Тинкером типа как-то пробовать. Но опять-таки мы видим, что Тинкера, если до него добирается, условно, и Слардар, про него можно забыть, на него можно махнуть рукой и все. Слардар в соло с ним разбирается без всяких проблем. С Тинкером. Он нажимает БКБ и ломает ему лицо. Да, главное добраться. Ну тут линза догон 3. Это же третий? Пятый. А пятый уже, боже, уже пятый. Он уже добрал. Ну и Хекс в Квикбайе. Ну пятый догон это хорошо. То есть щелкать ЛПС условного можно. Ну, полторы тысячи хп и хут. Ну два догона. Спорный вопрос. А, ну да, полторы тысячи хп. Хут, стики, хедреска. Да, это слишком сложно. Это три расклада надо, наверное, дать. Да. А он за это время тебе кинет просто стан и уйдет. И убьет тебя? Чего уходить? Нет, ну убить это жестко. Развернется и убить. Если тебя убьет Винга. Там же Слардар еще придет помогать. Не, ну это не честно. Мы про драку 1 на 1. А, 1 на 1? Ну да, согласен, согласен. Действительно, так намного честнее. Если его убьет Винга 1 на 1, то я бы его вместе удалял. К чертям собачачьи. Доту? Конечно. Ну, слишком много получится негатива в один день. Первый, тебя убьет Винга. Второй, ты играешь в команде с Ротикеем. Типа, как это все пережить и не удалить, непонятно. Ну, что может сделать Тризи? Так, ну сбивает Слинка. Да, кстати, Морфлингу всегда надо успеть среагировать и нажать БКБ. Потому что Тинкер, когда получит Хекс, может его очень резко и быстро щемануть. Морфлинг собирает себе Монту, что ли? А почему ты передумал собирать Скади? Друг. Да, он реально передумал собирать Скади. Да, я думаю, он вернется еще к решению. Не, но он в любом будет собирать Скади просто. Почему-то решил Монту сначала собрать Сайланд, скидывать. Ну-то есть БКБ. Ну, не знаю. Рошан скоро появится у нас. Ну, будут вот здесь LG Forever Young 100% ждать и... Рано или поздно придут к ним. Минута 30. Минута долго. Да? Долго. Ставится Вард. Хорошая агрессива видит. Можно ворваться. Прицеливается Слардар. Пошел Станчик. Не выпускать. А, есть Форстап. Есть Форстап. Есть Голем. Ну, и это проблема. Это проблема в том, что Джексинга могут сбрить. Джексинга могут сбрить, несмотря на то, что у него БКБ. Хотя нет, ты знаешь, он слишком жирный. И еще и Флайя убьют. Догоном мы видели, добрали все-таки Джексинга. Разменяли его на Флайя. ЛПС далеко пошел. Догоном его тоже пробили. Ну, далеко, ну, далеко. Ребята, RTK прыгнул куда-то, но... Сразу после Голема надо было отступать. Просто отступить. Нельзя так идти. И через минуту подраться на Рошане. Зачем надо было идти и сражаться? Я не знаю. Я не знаю. Ошибочное было решение. Ну, опыта, наверное, не хватает. Ну, да, действительно. Forever Young, молодая команда какая-то. Forever Young, молодая команда. Так, падает Голем. Просто так его отдают? Ну, тут 150 и куча... Ничего страшного. Монета там и так пару тысяч, 150, это не важно. Ну, вот так вот ловить соперника, конечно, могут в Твиче Гейминге. Если нет атаки на Тинкера, если Тинкер раскастовывается... Так, Ротикей? Да, это минус Ротикей должен быть. Зайвый, идил. Ничего себе! Возможно, ему кто-то двинул... В городу. И сказал сам себе он может только в этой команде двинуть и сказать... Нарал сам на себя? Да, нарал сам на себя, сказал, все, соберись. Соберись, Ротикей, соберись! И собрался. И... Вопрос, надолго ли? Ну, надеемся, что надолго. Хотя бы на эту карту. Хотя бы на эту карту. Уже будет неплохо. Так, появился Рошан. Оп, спалил. Четко Вайт зачекал, сразу дает инфу. Ну, стоять там стрёмно, потому что у него гем. И будет какой-то врыв туда бэтрайдера с лайфстиллером. А он как раз сейчас может... А гем есть здесь у парней? У кого-то нет ни инфест-бомбы, нет ни гема, нет... Нет ни голема. Можно идти, избирать Рошана на месте... Он GD Forever Young просто наизичу. Интересный выбор Shadow Blade у Слардара. Почему не собрать просто Кирасу? Вот собери Кирасу. И все. Идеальный айтем для всей команды. Защищаешься от лайфстиллера. Все у тебя круто. Добавляешь минус армон. Зачем тебе Shadow Blade? У тебя есть один инвидор в команде. Вот, хватит. Не знаю. Ну, я реально не знаю. Ломаются варды. Чтобы быть невидимым в драке. Ну, в драке это все равно видим. Ну, где-то как-то в момент... Опа, ушел Shadow Blade. И все такие, вау, где он? Вау. Вау, где он? Так, Вичи идут сюда. На Рокете полетели пока по монету. Но это не столь важно. Подмарчим. Лучают снайти. Пока ничего не выходит. Рошана не бьют. Так. Знает, знает, где рот. Там стоит вард. Знает, что здесь вард. Помаяковали. Теперь надо вард разбить Фенриру. Так, добраться надо. Рошан тут пошел. 20 х в секунду регенится. Неплохо. Вард там надо разбить. На подходах. Но очень быстро. Сейчас еще быстрее пойдут. Коррозии в хейс повесили. Падает Рошан. Ничего не успевают сделать. Рошанчик в копилку. Ну и давай подеремся сейчас. После убийства Рошана, нет? Не хотят пока. Не хотят. Они пойдут скорее всего забирать Т2. Сейчас под шумок. Аккуратненько. Через морфлинга. Да. Баунтихантер мог бы туда побежать. Раздевардить. Вот эти вот СН3 поубивать. Но он пока боится. Лина с Шивой. Вот Шива, Кираса. Все. Больше ничего не надо. Да. И 25 левел. Он скоро будет. Собери Кирасу с Лордар. Победишь в этой игре. 100%. Да он и так победит. С Шадлблейдом? Да не знаю. Какой-то странный айтем. Ну он его покупает. Ну ладно. Еще больше мувспида. Может быть. Не знаю. Там внезапность какая-то. Ну это просто сейчас заставит и гем купить. Вот и все. Варлок тут. Пытается собрать Аганим. Ну тяжело будет пушить. Тяжело будет заходить на хайграунд. В тинкер очень трудно спрятать. Это однозначно. Там будет Firefly. Там будет постоянный March of the Machines. И так далее. И так далее. Это будет очень неприятно. Поэтому не стоит LFY рассчитывать на то, что они могут игру выиграть в ближайшее время. Нет. Тут еще осада. Если она будет, то она будет очень-очень долгой. Параллельно там уже закончили. Да. Параллельно уже закончили. IG. Пошел Булыжник. Есть врыв. Lifestealer. Пытается сгрызть. Пошел свап. Засейвили. Тут же прожимается Шива. Агрессив. Рей сейчас заканчивается. Запрыгнули. Забрали Фриза. Это самое главное. Фриза. А то Ротике им прыгнут сейчас. Монет. Под БКБ. Ротике пытается уйти на Форстафе. Должен быть сейчас танчик. Есть. Подсветка. Это минус 2. А байбеков нет. И вот сейчас за эти 60 секунд можно попытаться забрать. А если они прочекают? Если они прочекают, что нет байбеков, они выиграют эту игру. А Егис есть. А Егис есть, что не чекать? А да-да-да. Ждать нечего. Ну, я надеюсь, они не будут сейчас бояться. Они пойдут. Они пойдут 100%. Чего им бояться? Лагуны имеются. БКБ имеется. Пошел Абхивал. Абхивал. Это не столь важно. Агрессивно. Монета. Ну, так вот побить его. FY тут тоже пытается выигрывать время. Слишком быстро падает Т3. И нету глифа. Нету глифа. Поэтому бараки надо убивать тоже моментально и уходить на Т2 в миде. Или на Т3 на ботами. Они знают, что нет байбека. Потому что байбеки делали бы. Они в любом случае прекрасно понимают, что байбеков нет. Просто отойти. Да, у них сейчас преимущество бешеное. Ты посмотри, 15 тысяч. Тут же треки, все дела. Я хочу посмотреть, кстати, сколько денег у Баунтхантера. Он купил себе грифсы. У него еще 4 сотни сверху. И он собирает себе Владмир. Идеальный просто запак. Вот если бы еще ты, дружище, собрал Кирасу. Или Лотус, кстати. Вот Лотус тоже очень круто смотрит. Да, Лотус хорошо. Но нехватка Кирасы все-таки чувствуется. А может быть там Лина будет собирать Кирасу, нет? Нет, она не будет собирать Кирасу. Просто ты прикинь, какой бы скорость у тебя не сносили бараки с Кирасой. Да, это было бы слишком круто. У них и так все шикарно сейчас. Но так было бы просто вообще невероятно круто. Ну, немножечко придется, может быть, подождать им до следующего файта. А в следующий раз зацепить Фриза. Да, мы видим, Фриза находит. Как только находит его в лесах. Вот там чудесный вард стоит. Мы видим на левой-левой панели. Вот там вот глубоко-глубоко. Вот он. Стоит этот самый вард, который показывает, что к чему и как. И вот молодцы, конечно. Надо флай. Прочувствовали момент, когда его надо поставить. Посмотри, посмотри, что мутит. Ты посмотри, что мутит. Но врываться по Т2, конечно, совсем не хочется. Бэтрайдера разве что забрать. Как это не хочется? Это не хочется. Хочется. Просто аж чешется так хочется. Аж чешется. Просто лучше не врываться. Но хочется одна зная. Вот у Ротики обычно так хочется. Он врывается. Ну и мы видим, чем это заканчивается. Да. Ротики действительно эту вторую карту играть плохо. И потенциал своего героя он не реализовал абсолютно. Хекс появляется у Тинкера. Это очень крутой айтем, если ты инициируешь. Если ты защищаешься, то он тебя может не спасти. Потому что тебя врываются с кого-то станы, и ты уже ничего не останешься. Аганим ему сейчас надо было, а не Хекс. Надо аганим, согласен. Но уже нет. Уже поздно. Уже не будет иметь это смысл. А вот тут готов гоним. На 7000 нетворса отстает он от морфлинга. Так нельзя отставать. Слишком много. Да, сатаник будет собирать морфлинг. Да. Монта есть, скади есть. Сатаник будет как раз к окончанию действия Аегиса. Какой сильный морф будет. Не за фокусе живо, за станку это Хекс, то он потом просто нажимает сатаник, нажимает манту, чтобы скинуть в себя лазер или что надо там. А у него еще и БКБ лежит. Вспомнил, я забыл. Две минуты еще Аегис работает, так что можно зайти на хайграунд. Но пока они стесняются. Они в форме оттеншентов. Возможно, стоит забрать шрайн. Еще один. Да, напомню вам, кстати, что на этом канале после матча ВИЧ и гейминга LGT Forever Young будет американская битва Evil Genius против NP. Envy против EGET всегда интересно. На первом канале будет OG против Faceless. Там IG 2-0 выиграли, Уликвит. Ого, неожиданно, кстати. Ну почему неожиданно? Ну не знаю, я думаю, попадаются один-один. Я думаю, что там будет дичья. Я думаю, что там будет дичья. Все-таки команды, по моему мнению, равны. Но мы видим, что дома IG просто страшная команда. Я смотрел квалификацию на Manila Masters. Вот это последнее, где играли IG. И, о боже, как они больно там всех избивали. Они сейчас сильны. IG сильны. Как ты правильно отметил, они, скорее всего, окажутся в топ-4 данного турнира. Да, да. Ну вот OG Liquid EG. Это троица запада. Она, конечно, хочет в Китае выиграть. Но китайские команды... Ланы давно не выигрывали, кстати. Я так пытаюсь вспомнить. ESL Genting, DAC... Ой, ESL Genting, Dota Pit, Starladder. Что до этого было? Dream League, Boston Major. Давно на пьедестал не заходили. Я уже не помню, когда они выигрывали, потому что не расслан китайские команды. Все проклятие китайское заработало. Когда ты работала китайское богословление, когда они выигрывали все подряд. Да. Ну, не считай ДПЛ. А ДПЛ выиграла китайские команды. Странно. Странно было бы, если бы ДПЛ выиграли. Странно было бы, если бы выиграли условные OG. Так, 22.19 на 47-й минуте встречи. Вторая карта. Первую выиграли Vichy Gaming J. Сейчас они проигрывают у LF Young. И скажем честно, что... Пока непонятно, как переворачивать. Да, мне кажется, что тут должно чудо случиться для того, чтобы Vichy Gaming выиграли серию 2-0 и заработали 3 зачатных пунктов. Что напомним, что на этом туре... Так, тут нашли. Нашли. Можно в теории ворваться. Станчик пошел. Рутскей получает лагуну. Должен быть тосик, а он тут не понадобится. Он без байбека. И ты знаешь, мне, по-моему, надо ловить. Надо ловить вот так вот. И агрессиво. 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 Играет армлетом, но морфлинг здесь его, по-моему, переиграет. Да, это, по-моему, гудгейм. Очень четко сыграли ребята из ЛЖД здесь. Молодцы. Заход на хайграунд. На топе зашли крипы. Здесь они не нужны. Он спокойно потанкует. Есть первый байбек от Лайфсиллера. Прожимается фортификейшн. Нужен байбек от Варлока, наверное. Хотя голема уже нет. Не факт, что он пригодится. Падает очень быстро. Тауэр. Прожимается гриф. Все, агрессив пошел. Пушать монота. Ничего здесь не выйдет. Пошел толчок от Эрспирита. Выкидывает его с хайграунда. Падает милишный барак. Падает рейнджовый барак. Можно сместиться на ботом. У Слардара уже появляется Тараска. Но это совсем жуть. Вактор протекшн работает. Слардар, кстати, мы видим с этим Мидасиком. В итоге-то зашел прям на ура. Ну и толку с этого Хигса. Толку с этого пятого догона. Блин. Мне очень не нравится решение Тинкера собираться. Именно поэтому Билд Ордеру... Мне кажется, много чего можно было поменять еще. И могли выигрывать эту игру Вичи Гейминг. Они, кажется, всю дорогу чуть-чуть проигрывали. Но опять-таки есть ощущение, что в какой-то момент они должны были... Могли и должны были выиграть. Но этот момент не наступил. Да. К сожалению, этот момент не наступил. У Лины куча денег. Просто пять с половиной тысяч после фарма Эншентов. Ой-ой-ой. БКП есть шевесть. А что собирать-то? Трэвел Агрейдануть? Купить себе Муншард какой-то? Ну, типа того. Зачем вы думаете? Идти давить вот так вот. Нормались. Агрессив. Ой, агрессив. Пока жив. Развернулся. Но Джексинга бить вообще нет смысла. Ну, и у Тараска. Жирный. И у Тараска. Там его в Глимер прячут. Если что, есть свап. Так что, действительно... Четыре тысячи здоровья. Это, конечно, просто жесть. Появляется Владмир. Появляется Форст Тафф. Ждут появления Рошана. Он, кстати, скоро появится. И с Сырком. Или это второй будет? По-моему же третий. По-моему, третий. С Сыркомаэдисом можно будет пойти и закончить эту игру. Т3. Да, фуловый, а толку. Фортификейшн-то был уже потрачен на деф. С второй стороны. Не факт, что... Будут затягивать. Три секунды до появления Рошана. Заберут его просто моментально. Коррозия в Хейс уже третьего уровня. Тут вообще, если что... Ну и нет смысла туда врываться, как-то драться. То есть... Я вообще не понимаю, что еще сделать. Ну, ничего. Есть вероятность, что надо писать ГГ. И идти готовиться к вечернему матчу. Потому что... ЛЖД Превер Янг сегодня игры еще против Эмпайр есть. О-о-о... Против Уинкс сегодня еще будут играть Бищи Гейминг. Мы с тобой это дело будем комментировать. Да, будем комментировать это дело. Да, есть Сырок, если есть. На Первом канале! Да? Наконец-то на Первом канале! Наконец-то, мама, я на Первом канале! Я уже забыл, когда я в последний раз там был, если честно. Где, на Первом канале? Да! А ты часто там бываешь? Ну, в последнее время нет. В Малахово или где? Ну, чтобы попасть к Малахово, я так понимаю, что мне должен кто-то... Мы не будем продолжать. Да, да, но вы сами все поняли. Мы могли бы, но мы не будем. Да. Были бы мы сейчас на Первом канале, мы бы продолжили, но... Да, но мы же не на Первом канале. Так, пошел свап! Агрессиво! Зацепили, пытаются разводить. Ну, никак его не засейвить, абсолютно. Байбэка нет у Агрессива. 110 секунд будет тайрон. Ротикей в хипсе. Отлично, Ротикей! Браво, браво! Ротикей, браво! Сносят здесь базу, Ротикей потратил лосо в иллюзию и в репликейт, простите. Это и есть иллюзия. Гага пишет, Ротикей. Да, проигрывает Вичи Гейминг и это первая ничья на этом турнире. У нас серии 2-0, 2-0, 2-0 до этого были. Ньюбио у IG Виталити выиграли 2-0, IG выиграли у Ликвидов 2-0, OG выиграли у Wings 2-0. Ну и вот у нас первая ничья LGD Forever Young играет в ничью с командой Вичи Гейминг Джей. Ну и, ну окей, играет и играет. Ну я сейчас посмотрю турнирную таблицу, она, понятное дело, еще не будет иметь вот этот вот результат в себе. Ну, по крайней мере, да.